всем привет с вами богдан ткаченко станиславич глухаря искать что ли мне сломалось очевидно что так по войне нельзя ходить вот просто игра облегчена немножко думаю совсем не замучились мне сейчас барвинок что ли действует геркулес геркулес уже нет да это часть зоны и и и и и и вы видите это мутанты так но я не нашел глухаря вот вроде бы документы надо найти и 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 кажется понял надо в припять за и и и и и и и Проводник у меня в этом направлении. Может, ему заплатить? Да, мне там бесплатно чинят. Помните. Просто выпьем, не знаю, прикол. Я, по-моему, одиночный выстрел включил. Может, отдача такая нехилая. Хлам. А вот это другие типы зарядов. А это мой минной пестик. Как говори. Не надо ничего говорить. Пока. Будет чего интересного, заходи. Наш скадовск всегда на месте. Никуда не плывет. Как вы можете в таких потемках сидеть? Вот. Че, не особо? Давай, давай, не задерживайся. Здравствуй. Пошли. 4 тысячи будет стоить на иенов. Выброс. Кстати, вот то, что все выбросы, излучатели всякие новые, это говорит о том, что выбор Меченого был всего лишь выбор, но ничего не... Часовой не отвечает на вызовы. Знаешь, где гастроном был? Так вот, сигнал его маячка идет как раз оттуда. Ты проверь по возможности. Конец связи. Ничего особенного, короче, не это. Не поменялось. Зло все равно правит миром. И все равно будут эти зоны отчуждения. Погоди, тут со мной такая неприятность случилась. Ко мне обратились за помощью наемники с тем, чтобы я привел их на Припять. Сначала я повелся, платили они хорошо, а потом понял, что попал. Они меня не отпускали ни на шаг. Постоянно держали под прицелом. На подходе к Припяти мне таки удалось сбежать. Только они все равно уже где-то в городе. Будь осторожен. Ты не слышал, о чем говорили наемники? Кое-что слышал. Как я понимаю, они явно не собирались оставлять меня в живых. Потому и голос не с его понижали. В основном говорили о встрече с людьми с заказчиками, которые должны указать им какой-то объект цели их задания. Я бы сказал, некий объект цели их задания. Где должна произойти встреча? Тут рядом дворики общежития. Спасибо за информацию. Пока. Не надо меня никуда проводить. Почистить, почистить. Ремонт стоит 0 рублей. Почистить. Все почистить. Все что загрязнилось от пыли и от времени. Ну-ка, еще патрона не выдаешь? Я не помню, какие мне надо. Дай-ка свяжу память. 9.39. Левый глаз закрой. Такие буквы видишь? Рапор молчит. Ему опять левый глаз, говорю, закрой. Такие буквы? Рапор молчит. Доктор не врубается. Ты что, вообще слепой? Нет, доктор. Не слепой. Эти самые вижу чётко. Сука, не помню, как называется. А, вон куча гранат, я забыл их взять. Как меня всё достало. Забыл их с малой родины привезти. Ну, с таким небольшим перевесом, наверное, пойду. Сначала из этого постреляли... Постреляй... Когда закончится... Опять не выговариваю ничего. Так, а куда я-то иду? А, ага-ха-ха. Так, ну бежать-то не нужно. Наверное. А, ну я сделал перефес, теперь не побегаешь. Не зря, наверное. Сейчас что-нибудь уберу. Тогда... Разными, чтобы стрелять. Как вам наверх попасть? Скорость же наша всё в сталкере с рвариуми. Чтобы бегалось. Я добыл информацию о неизвестном оружии. Это была гаусс-пушка. Ого, вот это даёшь. И какая у неё мощность? Неужто и правда позволяет сбить вертолёт? В принципе, да. Но у ската-4, ската-5 полностью накрылась электроника. Пуля пусть и сверхускоренная. На такое не способна. Твою мать, тупик. У меня больше никаких догадок не осталось. Майор. Оставится сидеть на пятой точке среди зоны и ждать. А вдруг вспомнят, прилетят. Всё, хватит лирики. Будем решать текущие задачи. Теперь мы хоть знаем, что за укрытиями. Лучше не залеживаться. Парабьёт на вылет и не заметит. Так что спасибо тебе, майор. Если у тебя появится что-то новое, я с тобой обязательно свяжусь. Задание не выполнено. Гаусс-пушка рассказать Ковалёву оборужии. Несчёт часового. Его сигнал идёт из старого гастронома, но человек на вызовы не отвечает. Возможно, потерял передатчик, хотя вряд ли. Что тут можно сказать наверняка. Нужно проверять. Спасибо, полковник. Думаю, я справлюсь. Гарик рассказал мне о происшествии с наёмниками. Да, я тоже в курсе. Как только Гарик сбежит от них, сразу пришёл сюда. Боялся, что его будут преследовать. К счастью, для него и для нас. Наемники не проследили его подием. Место встречи наёмников у людей. Заказчик у меня под наблюдением. Пока там тихо. Знать бы, что здесь понадобилось наёмникам. У меня есть сведения, что наёмники ищут секретную лабораторию в Припяти. Секретную лабораторию в Припяти. Откуда такая информация? Из ноутбука наёмников в Затоне. Вдобавок, это подтверждается рассказом в Сталке по прозвищу «Дядька Яр». Хм, что-нибудь ещё известно? Они разыскивают центральную лабораторию. Мне удалось выяснить её координаты. Если это на самом деле так, то имеем ещё одного противника. В придачу к зомбированному фанатикам. Надо прикинуть, что лучше предпринять такой ситуации. Считаю, надо проследить за встречей и по возможности ликвидировать человека-заказчика. Тогда какое-то время никто в лабораторию не сунется. Толковое решение. Мы не узнаем, кто ещё в курсе про лабораторию. Ну и чёрт с ним. Главное, наёмники туда не попадут. С другой стороны, если они все просчитают и попрут на нас, это будет серьёзная угроза. Вот что. Ты постарайся по возможности устранить обе цели. Я прикажу лейтенанту Кириллу сопроводить тебя. Что-то я получил. Я получил пушку. Вы прикалываетесь? Первая цель потеряна. Отходим. Я... Так, погодите. Я попробую найти ночное видение хотя бы. Я забыл, как оно включается. Н. И что он не одевается? Я так понял, что надо загрузиться раньше. Мы просто не будем это задание пока выполнять. Майор, это Ковальский. У нас ЧП. Часовой не отвечает на вызовы. Знаю, где гастроном был. Так вот, сигнал его маячка идёт как раз оттуда. Ты проверь по возможности. Конец связи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У нас во взводе один был, так тот как отмочит, вот например, генерал получает штабных, и запомните, очень часто после проверки боем оказывается, что надежный тыл на самом деле является беззащитной жопой. За собой тут следить все время надо, и с другими тоже присматривать, аномалии в барете поганые, крышу рвет только за, видали уже. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ой-ой-ой-ой-ой Контролер Будь он не ладен Привет Что, вблизи не можешь? Они вблизи не могут психоатаку Переходят рукопашку Часовой мертв, вел себя неадекватно, атаковал меня Возле точки обнаружен и уничтожен контролер Понял тебя майор Видно контролер взял парня за мозги Отличный был парень Из разведгруппы, видимо, даже Петрушка Из-за этой твари они друг друга атаковали Ладно Спасибо тебе А нет связи Ну хоть какие-то сегодня хорошие новости А с целью наемников это что-то не очень Это даже не даже Пойдем в лабораторию, наверное Ого, прикольная лестница, чтобы чинить Трубы медные Ладно, не медные Ржавые Железные Что это такое? Верни 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 Ого Спас Спас Что-то богато как-то Мурата За вредности Ух, я пожалею Хабара-то нет Хабара-то нет Просто аномалия Мурата Мурата Субтитры сделал DimaTorzok Проспект Ленина Это как логово кровососов, похоже Тоже там в какой-то в самый низ надо было идти Где яд забыл взять, помните? Чтобы их травануть Не надо сюда, наверное, да? Где? Ну, перевес уберись Что-то сломалась, что ли, игра Выйдем и выйдем О, нет перевеса Уж петь А, эта игра сохранена Только в 4 Разрядить и выбросить А, ну, ну чё? Перевес чего? Жиротова всякая Зачем-то мне игра дает Зачем-то мне игра дает Так, водку не надо было Ах, я не... Я с ней всё таскаюсь Почему? Чё в ней такого особенного? Водка как водка Блин, надеюсь, вы не слышите Собаку на улице Будем считать, что это в сталкере Я не слепец, вы слепцы Он как будто жил, пока я его мочил Дорогое уже у них оружие На пусашок А я... Насобирал стволов Это бак Что тут Стволы собираются Должно быть всего 5 стволов Так, вверх, но не здесь Можно Нигде нельзя Что-то не то Так у пьяницы меня сделаете А, можно Ты идиот Вот брать Так С голоду умираю Это чё, босс? Такой Кто влево Кто влево Кто вправо Ого, красивая комнатка Такой жил Нет Не жил бы Помог тебе А то ты мучился Не благодари Тебе помогу Всего не мучайся А то ты мучайся Жаль, в сурвариуме уже барвинка нет. Так, переходим на автомат Калашникова. Здесь монолита, там кринж в сурвариуме. Кринж это что-то вроде монолита. Тоже такая. По идее надо было для лучшего экспириенса не за черный рынок, за кринж. Я тебя не уверен. Забыл, что не надо удерживать. Надо просто... А вот как. 9-0 приключения режима. Для Абакана это важно. Что у него оба режима важны и нужны. Я уже думал, я вверх зря иду. Казалось, нет. Понятно. Может, как он. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну как пафосно все открывается тут Тут какое-то излучение Все че гегеры бесится Вы че прикалываетесь? Еще давай мне пистолет отними Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, где-то барабашки эти бабайки Субтитры сделал DimaTorzok Вода даже не радиоактивная А, не, такого уже не бывает У зони У зони не бывает воды, которая не радиоактивная Как я мог забыть Так, не надо во меня Кидаться Ламповыми компьютерами Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Крики слышали? Продолжение следует... Продолжение следует... Как здесь вообще выбираться? Продолжение следует... Продолжение следует... Как я продолжу документацию искать? Продолжение следует... Состав исследовательской группы Лебедев, Каланча, Суслов... Эти документы не должны попасть в чужие руки. Они явно интересуют аналитиков СБУ. То есть, чистое небо изучает ноосферу. Вот это поворот. Зря я шрамам верил. Очень зря. Значит, тут было чистое небо. Продолжение следует... 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 Спросите лучшего капитана. Насчет помех кто-нибудь слышно. Обнаружил множество источников. Один из источников где-то рядом. Если его уничтожить, то вполне возможно, что появится связь с центром. Пока. Ну, нормально. Почему нельзя гаусс-пушку снять? Когда мы уже ее починим? Денежек-то нет совсем. Денежек-то нет. Вот это прикол. Это какая-то пасхалка, наверное. Дверь приоткрыта, но нельзя ее зайти. Дверь. А-а-а. Передайте полковнику, я нашел одного из ваших ребят. Похоже, он подорвал себя гранатой. Признаков перестрелки и других следов боя не обнаружено. Здесь Ковальский. Я тебя понял, майор. Слушай сюда. У нас есть хорошая новость. Мы наконец-то получили точные координаты источника радиопомех. Сигнал идет из здания детского сада. Так, наверное, пригодится взрывчетка. КОНЕЦ Ого. Тут белочка. Началась. Пси-блокаду давай. Сейчас в эму превратимся. Быстро. В эму боя. Режущего вины. Там мне не надо. Так. КОНЕЦ Так. Все кругом обошел. Не, не зашел. Ну давай обратным кругом идти. Пси-блокаду. Пси-блокаду. Уб epilepsy. Пси-блокаду. Очищи. Пси-блокаду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, надо убивать Еще умер Понизу, наверное, да? Субтитры создавал DimaTorzok А-а-а, я уже думал, гранату брать придется Субтитры создавал DimaTorzok Лейтенант Роговец Майор, ну слава богу, спасен Как ты тут оказался? Ох, мало что помню Правда, страшно было Аж колотило всего А почему? Хрен его знает, не помню Чувствовал, надо прятаться А то все Ну и побежал Умницы У улицы повороты какие-то Пришел в себя Только здесь Дверь заперта Внутри не открыть Думал, тут сдох Но как ты меня нашел? А, неважно Давай мотать отсюда куда-нибудь Лучше к базе поближе А то меня трясет до сих пор Все, пойдем Эх, неважно Ого, вот это да Неужто вернулся Мы уж думали Все, не увидим Больше нашего доктора Так что все-таки случилось? Да Было хучу Как-нибудь потом Ладно Спасибо за помощь Там полковник просил тебя зайти Хорошо, зайду Да, еще Гарик ушел на станцию Ядов Пополнить запасы Просил передать, что несколько дней его не будет Понятно Так что? Ты где был? Не поверишь В холодильнике В каком холодильнике? Где ты вообще холодильник нашел? Где нашел, где нашел Я бы посмотрел, чтобы ты нашел в таком состоянии В каком это таком? Ага Даже и не знаю, как сказать Как отсюда посмотришь? Так некоторые штабные суки мутантов За пояс запкнут Чего тебе? Ладно Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok